Здравствуйте! Меня зовут Отец Олег, я настоятель храма Святого Спиридона Тремифунского в городе Ломоносов. Фамилия у меня, как в том фильме, достаточно известная. Если кто интересовался единоборствами, М1, ММ1, моя фамилия Емельяненко, с Фёдором Александром мы пересекались. Вот, значит, ну наш храм по своему восстановлению молодой, по истории уже древний, через пару лет ему будет 185 лет. Чем он ещё интересен? Тем, что, наверное, это единственный храм в нашей стране, где при храме есть зоопарк. Зоопарк уже существует давно, больше 10 лет. Вот вы сейчас на экране видите фрагменты нашего зоопарка. В общем-то, там достаточно у нас много всевозможной живности, начиная от енотов, сурикаты, черепахи, игуаны и даже крокодилы. Ну, несколько слов о себе. С детства я очень увлекался энтомологией, насекомыми. Поскольку я долгое время жил в Крыму, то вот природа там позволяла этим тоже увлекаться. К сожалению, я не знал, что можно насекомых содержать и выращивать дома. В те годы тогда это ещё не было принято, никто об этом не знал. Ну, а уже потом, впоследствии, когда у меня уже появилась семья, появились дети, то вот это домашнее хобби во мне пробудилось. Вот, и я стал детей свои тоже приучать вот к природе. И вот постепенно разрастался. Сначала это был домашний зоопарк, то есть своим детям покупал маленьких всяких крокодильчиков, хамелеончиков. Ну, а они всё-таки имеют способность расти. Всё это, конечно, росло, росло. И дома уже места было мало, и поэтому вот у нас есть помещение при храме. И вот я решил туда всё это перевезти. И сейчас мой сын, будучи в стане дьякона, продолжает эту мою династию. Вот. Ну, хобби у меня осталось. И, в частности, вот мы здесь тоже присутствуем на выставке, где мы реализуем личинки жуков полифемуса. Вообще мир насекомых, он особый, наверное, ем. Потому что мы привыкли, что все существа большие, они, как бы, чем больше, тем умнее. У них больше мозг, больше, вроде бы, как они развиты. Понятно, что венцом всего живого является человек, как самое разумное существо. Вот. Животные тоже все, конечно же, разумные. И они, ну, по своей анатомии очень похожи с нами, как бы, на людей. Имеют голову, глаза, уши, мозг, скелет, лапы. Вот. А вот насекомые, они этого ничего не имеют. И, тем не менее, они, нельзя сказать, что они менее уникальны, чем вот животные. И я приведу несколько примеров того, вот этой уникальности. Почему именно насекомые привлекают мое внимание. Ну, самое, наверное, вот, есть, ну, вы знаете, есть насекомые, как бы, одиночки, а есть насекомые социальные. Социальные – это вот всем известные пчелы, муравьи, осы, шмели, термиты. Вот. С одиночными там понятно. Встретились, так сказать, спарились, отложили яйца и забыли, и все, и бросили. И на этом материнская забота заканчивается. Вот социальные насекомые, они, конечно, удивительны. Давайте возьмем, вот, для примера, пчел. Казалось бы, все изучено, все все знают. Пчелы делают соты, производят воск, производят мед. Вот, вот, но, казалось бы, на первый взгляд, такие простые вещи, на самом деле, ведь это насколько сложный организм. Мы привыкли из школы воспринимать с миросоздания, как некую вот такую эволюцию. Что, вот, постепенно, из простого к сложному все развивалось, и, в принципе, получилось то, что есть, то, что мы видим. Вот. Но, если, опять же, вот, обратимся мы к насекомым, то будет наглядно понятно, что невозможное, вот, постепенное развитие. Опять же, вернемся к тем же пчелам. Пчелы производят мед. Мед для них – это питание. Для самих пчел, для их хозяйки, для молодняка. То есть, без меда пчелы просто не смогут жить. Поэтому производство меда – это не может быть постепенный процесс. Так же точно, как пчела не может жить без сот, куда она откладывает свои личинки, яйца, и где складируется мед. То есть, иными словами, тот набор для выживания, который существует у всех живых существ, он дан сразу. То есть, это не может быть процессом нескольких там миллионов лет, как это, в общем-то, в научном мире принято так трактовать. Так вот, интересно, пчела, казалось бы, такая маленькая насекомая, но ужасно сложная. А именно, вот для производства меда, мы все знаем, и для нас это уже банально, но, может быть, не все об этом задумывались. Что нужно пчеле? Собрать несколько капель нектара, ну, так скажем, сладкой воды, разбавить ее еще, так сказать, водой из ручья, добавить немножко цветочной пыльцы и так далее. И вот в этом маленьком организме вдруг вот из этих компонентов происходит уникальное вещество, которое поражает по своей значимости, в общем-то, все, что существует и природное. Кстати, вот, пользуясь случаем, рекомендую, те, кто любят сахар, вот, забыть о сахаре и перейти на мед натуральное. Может быть, даже не знаете, что в свое время даже мясо обмазывали медом для того, чтобы мясо сохранилось, не портилось. В общем, мед это уникальный продукт, поэтому всем рекомендую. И вот, чтобы, ну, представить, вот, сравнить, казалось бы, пчелу с человеком, что нужно человеку для того, чтобы сделать какую-то конфетку, ну, сладость какую-то. Ну, во-первых, для начала, человек рождается, 7 лет он растет, 7 лет идет в школу, 11 лет в школу, то есть это уже 18 лет. Потом нужно его выучить, там, на кондитера, а потом ведь для этого нужно построить огромную фабрику с оборудованием, с персоналом, со станками, ну, в общем, масса, масса, масса всего. Только для того, чтобы, чтобы создать какую-то вот конфету. А здесь вот маленькое существо, там, 2 сантиметра, может заменить практически всю фабрику. То есть одна пчела, вот, делает то, что делает огромное-огромное предприятие. Это, конечно, уникально. Еще я хочу обратить внимание на, привести тоже пример такой, вот, есть такие насекомые термиты, которые живут там в Африке, в Австралии. Их уникальность состоит в том, что при всей своей одаренности они являются слепыми. То есть они ничего не видят. Тоже, кстати, вопрос к эволюционистам. Что ж так природа обделила-то бедных букашек, что их собратья, те же муравьи, они зрячие. А вот термиты, оказывается, слепые. И вот в чем уникальность этих термитов? В том, что они строят огромные термитники высотой, там, 3-4 метра. И вот, во-первых, как вот слепые существа умудряются построить такое колоссальное сооружение. Причем оно имеет конусообразный вид и направлено строго с севера на юг. Для чего? Потому что на восходе ночи, как правило, даже в Австралии прохладные, термитник остывает, термиты замерзают. И вот для того, чтобы термитник нагревался, одной стороной они ставят на восток. Когда солнце всходит, оно начинает обогревать одну сторону. Потом, когда солнце всходит в зените, поднимается в зените, чтобы не сварить от жары обитателей термита, термитника, термитник имеет конусообразное завершение, то есть самую минимальную площадь обогрева. И потом вновь, когда солнце уходит на запад, обогревается, освещается западная сторона. То есть таким образом термиты, будучи слепыми, умудрились построить термитники так, чтобы обеспечить с утра до вечера обогрев. Помимо этого, еще у термитников, в термитнике имеется кондиционер, потому что он уходит глубоко в подземлю. Таким образом, удивительно, что такие маленькие существа, будучи слепыми, умудряются строить такие невероятные сооружения. И все так продуманно, и все так мудро. И это еще не все. Даже вот самые большие враги для термитов, помимо, конечно, животных, которые разрушают и поедают термитов, но самое частое это муравьи, которые совершают регулярные набеги на термитники. Так вот, у термитов практически нет защиты от них, потому что муравьи намного крупнее термитов, сильнее, быстрее. И поэтому, если они нападают на термитник, то уничтожают там тысячами. Так вот, термиты придумали уникальный способ. Они делают такой форпост недалеко от термитника. Такую маленькую семью, маленький термитничек такой. И когда муравьи нападают, они натакаются сначала на этот термитник. И жители этого термитника начинают бить головой о землю, тем самым подавая сигнал. И в то время, пока они борются с муравьями, пока они, так сказать, сражаются насмерть, причем они все погибают, как правило. За это время основной термитник, все термиты успевают закупорить все отверстия, тем самым сохранить и термитник, и сохранить себе жизнь. Это что касается из области насекомых, непосредственно термитов. Еще вот я хочу привести примеры уникальности. Это есть очень ядовитая бабочка. Соответственно, ядовитая ее гусеница. Прежде чем эта гусеница питается ядовитыми растениями. И вот прежде чем съесть ядовитый листок, она, зная о том, что этот яд может тоже причинить ей вред, и, в общем-то, ее убить, вот. Она вначале перекусывает центральный проток этого листока. И потом, когда уже перестает поступать вот этот сок в листок, она тогда уже спокойно поглощает. Вот. Опять же возвращаемся. Каким образом? Как гусеница могла знать, что этот лист ядовитый, и что этот лист так же точно может ее убить, как и любой другой насекомый? И со временем, естественно, когда гусеница доходит до стадии куколки, потом из нее выходит бабочка, и, естественно, как и гусеница, так и бабочка остается очень ядовитой. И, естественно, в тех жарких странах на 90% бабочка порхающая между листвы, естественно, попадает, чаще всего попадает в паутина пауку, в паутина, да, к пауку, к кругопряду. Что делает насекомое, которое попадает в паутина? Тут же начинает брыкаться, чтобы вырваться из паутины. Это естественный рефлекс. Но вот эта бабочка, она этого не делает. Она просто замирает и ждет. И вот паук, который почувствовал, что попалась жертва очередная, спешит к этой бабочке, но не торопится ее кусать. И он знает, что она ядовитая. И он знает, что если он ее укусит, ему грозит смерть. Поэтому что он делает? Он просто ее откусывает, перекусывает все свои нити и спокойно ее отпускает. Бабочка улетает. И вот, опять же, возникает тот же самый вопрос. Откуда бабочка знает, что она ядовитая, что ее никто не тронет и не нужно совсем делать какие-то телодвижения для того, чтобы освободиться с паутины? То есть она не заканчивала никаких школ. И уж тем более паук. Откуда пауку знать, что это бабочка ядовита? Пауки тоже не заканчивали никаких учреждений, никаких институтов, никакой, естественно, химии, чтобы понимать, что это бабочка ядовита. Поэтому, конечно, вот очень большое наблюдение за насекомыми, конечно, открывает самое невероятное мир насекомых. И когда вот любуешься, изучаешь их, наблюдаешь за ними, ты понимаешь, насколько они, вот, казалось бы, маленькие существа, совершенно, ну, совершенно, вот, можно сказать, не имеющие того мозга, который есть у человека или у каких-то других развитых животных. Тем не менее, насекомые совершают такие чудеса, которые порой невозможно даже объяснить. На сегодняшний день ученые, вот, которые достигли высоких, больших высот в науке, летают в космос, там, изучают подводный мир. Но, тем не менее, на Земле есть много таких мест, которые совершенно невозможно даже объяснить. И даже на сегодняшний день наука не может понять, как это происходит. До сих пор наука не может разгадать тайну, как вот из, как вообще из гусеницы получается куколка, из куколки получается бабочка. То есть, огромное количество загадок, которые существуют в нашей природе. Ну, и последний, вот, могу тоже привести такой пример. Вот. Казалось бы, вот, для того, чтобы построить, построить что-то, опять же, вот, я уже привел пример, что нужно закончить школу, нужно закончить институт, нужно, так сказать, практику, нужно много-много-много чего нужно сделать, нужно знать для того, чтобы что-то в дальнейшем, как-то свои знания проявить на практике. Вот. Взять, допустим, тех же пауков. Вот. Ничего не заканчивали, ничего не умеют, но он рождается, маленький паучок, он уже знает, как плести паутину. Причем паутина ведь геометрически очень правильно, красивая. Они знают, что на паутину требуется разная нить. Одна нить плотная, которая идет на каркас, другая нить идет тонкая, которая идет на окружности. И все это они знают, уже родившись. И поэтому, когда, изучая вот всю эту природу, всю эту красоту, вот ты понимаешь, то есть человек понимает, что это не просто нечто, что само собой произошедшее за какие-то миллионы лет. Нет, это все. Есть вот в Священном Писании есть такие слова. «Вся премудростью сотворил Иси». То есть, изучая природу, мы все равно понимаем, что над этим интеллектом, над этим разумом должен стоять высший разум, который мы православно называем Богом. И в нашем храме не случайно вот этот зоопарк, и недавно мы открыли ботанический павильон, где размещены экзотические растения. Сейчас, например, уже отцветает фейхуа, лимон отцветает. То есть, это вся та красота земная, которая нас так или иначе переносит к Богу. То есть, мы понимаем, что такую красоту не может создать какой-то хаос, не может создать нечто, что-то такое неодушевленное. Кстати, вот у кого есть дети, рекомендую найти в интернете. В 70-х годах был опубликован рассказ, называется «Диспут». Если вот набрать в интернете, либо там Демьян Лукич, это действующее лицо лицо этого рассказа – старичок. Я думаю, что вам всем будет интересно, особенно детям, но и взрослым тоже прочитать. Рассказ был написан как раз в те 70-е годы, когда еще не закончилась дискуссия между православными и атеистами. И очень интересный рассказ, поэтому рекомендую прочитать. Ну и, конечно, к нам со всех из Питера тоже в Ломоносов приезжают в наш зоопарк. Зоопарк открыт каждый день. Интересно будет и взрослым, и детям. Приезжайте, у нас всегда открыт с 10 до 6 вечера. Вот. Так что, милости просим. Всегда будем рады. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание.